Добрый день, меня зовут Егор Богачев, я музейный художник, автор создания проекта выставки «С той стороны зеркального стекла» для Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Хотел бы начать с этой прекрасной картины, где изображена Анна Ахматова и Александр Блок. Героиня данной картины смотрит в зеркало. Это зеркало имеет характерную форму арки. И эта картина является примечательной иллюстрацией для понимания возникновения художественного образа. В данной выставке это образ зеркала, образ арки. Эта конструктивная форма, она материализуется в нашем художественном решении. И является основой для создания системы архитектурно-художественного пространственного решения выставки. Таким своеобразным дизайн-кодом выставки, из которых как бы из этой арки, как конструктор, собирается и возникают все остальные архитектурно-художественные решения, которые мы здесь применяем. Одни из главных экспонатов в нашем проекте – это великолепные образцы декоративно-прикладного искусства, которые хранит Музей истории города. Наши, как бы, одни из наших главных героев выставки. Эти предметы, они требуют определенных условий экспонирования. И поэтому с учетом всех этих условий мы должны были создать такое оформление, которое бы не мешало, в то же время дополняло и расширяло, ну, скажем так, границу познания посетителя, чтобы он как бы был вовлечен в среду. Особенность, которая имеет большое значение – это исторические интерьеры, в которых находится выставка. Безусловно, при разработке проекта мы это учитывали. Нам важно было, чтобы наше оформление не входило в диссонанс с общей исторической великолепной архитектурой, непревзойденной архитектурой, но в то же время не копировало какие-то определенные архитектурные стили, приемы, а являлось бы самостоятельным и самоценным по своим характеристикам экспедиционными модулями, которые в то же время обязательно должны нести образ, и собирательный образ, и художественный образ. Поэтому здесь, в большом зале у нас с вами экспонируются пять больших зеркал, которые находятся в полукруглых экспедиционных модулях, таких в фай-образных чашах, которые являются таким местом притяжения, где можно сфотографироваться. Это тоже была одна из задач выставки, чтобы сделать какую-то занимательную историю. Еще одна особенность выставки, она исходит из нашего названия, с той стороны из зеркального стекла. То есть, благодаря нашим конструкциям мы можем посмотреть, а что же у зеркал было с другой стороны. Эта сторона, обратная сторона, она, как правило, выглядит, ну, условно, да довольно неприглядно, но на обратной стороне мы можем увидеть артефакты времени. Вот я бы обратил внимание вот на этом зеркале. Здесь у нас с вами есть какие-то там отпечатки старинных газет, какие-то там образцы шрифтов того времени. Ну и наряду с отдельно стоящими экспедиционными модулями, которые находятся в центре зала, которые мы можем обойти, у нас есть своеобразная анфилада арок, на которых представлены живописные картины, отобранные специально как бы из фондов музея для данной выставки. В каждой картине, это тематические картины, в каждой картине у нас так или иначе есть образ зеркала. Один из тоже таких интересных, очень внешне примечательных и визуально богатых, это вот это зеркало, которое находится, оно и помимо выставки находится и живет в особняке с разорванной амальгамой. И это очень, на мой взгляд, такое красивое, примечательное пятно, которое в том числе меня вдохновляло на создание этого проекта. Все исходит из образа арки, то есть полукруглая конструкция. Это та же арка, которую у нас с вами, как бы мы ее обрез сверху смотрим, нашу полукруглую часть, и понимаем, эта арка, это согнутая напополам арка. Это тоже арка, но просто мы ее согнули напополам, она превратилась у нас, ну не знаю, как бы в раковину с жемчужиной. Эта раковина открывается, и перед нами пристает наша жемчужина. Это прекрасный образец декоративно-прикладного искусства. Здесь свой контекст, здесь работает на нашу идею. Это вот прекрасный, как бы, цвет стен, который получился, довольно неожиданно, потому что в данных условиях освещения было сложно подобрать оттенок. Но он как-то очень органично ко всему подошел. На таком фоне органично смотрятся наши экспонаты. Наши зеркальные элементы оформления, они дают интересные, я прошу обратить внимание, блики на потолке, которые тоже могут являться частью композиции. Один из самых сложных, наверное, был вот этот зал, так называемый зал «Мираж». Здесь нужно было... Но этот зал примечательен тем, что впервые после долгого перерыва мы открыли исторический потолок, который предстал, скажем так, во всем своем великолепии сквозь нашу такую выставочную пелену, своеобразную. Это перена красивой серебряной ткани, которая вызывает к образу амальгамы, к образу металлополированной поверхности, отражающей предметы, к образу зеркала. Исторический потолок сам по себе, он нуждается в реставрации, но сквозь нашу анимированную подсветку можно увидеть эти открывшиеся красоты. И мы открыли два зеркала, которые находятся в этом, как бы в этой комнате, тем самым придав им статус экспонатов. Здесь решение этого зала – это парадный зал с знаменитым большим зеркалом, самый большой зеркал из одного листа, который находится в Петербурге. Здесь задача была интегрировать наши художественные решения, наши выставочные конструкции в интерьер, так, чтобы они не мешали. Но тем самым, чтобы они присутствовали и несли свою функцию экспонирования музейных предметов. Далее у нас с вами от одного из зеркала, из большого зеркала, мы с вами можем увидеть, ну, как бы, панораму другого зала, зала музыкальной гостины с нашим таким выставочным арочным модулем, витриной, в котором присутствует наш основной массив великолепных музейных экспонатов, наших зеркал. З замега. Продолжение следует...